Привет! Меня зовут Вики. Я твой персональный виртуальный ассистент в Академии Андрея Микулина. А я Мики. Я брат Рики. И мы уже появлялись в первой серии проекта Миклаба «Доктор Микулин». Мы – роботы. Нам тоже интересно, что ты, когда ты смотрел вот это видео, которое сейчас ты видишь перед собой, что ты выбрал? Просто стоять, смотреть, как Андрей Микулин 10 минут, водит руками и молчит. Или ты сразу стал что-то где-то делать, нашел какое-то покрытие и стал понимывать руками. Очень нам это интересно. Причем, если ты заметил, все вот эти движения не являются неким экспромтом. Это не есть некая массажная карта, которую можно повторять и повторять, для нее тяжелые движения это просто был экспромт, Андрея. Я вот все думаю, у тебя такой противный голос. Как вот тебя вот, Андрей, еще вот держит Миклабе. Я бы взял бы тебя давно бы... Я даже забыл, как тебя зовут. Давно бы взял бы тебя и кстер из программы. Э, хватит. Хоррэ. Хоррэ ругаться. Нельзя. У нас задача с вами взять и объяснить то, что делает Андрей, чтобы люди поняли. А вы ругаться опять начали. Как вместе сойдетесь прям все. Одна термоядерная прям бомба. Итак, что мы видим? Мы видим, как Андрей что-то делает на массажной кушетке. Он отрабатывает свободную технику массажных приемов. Кстати, это был тест для тебя. Именно для тебя. Потому что ты же захотел или захотел учиться массажу. Если ты стояла, смотрела, значит и дальше. Ты будешь постоянно пролетать мимо кассы. Если ты хотя бы одним пальцем что-то там водила по столу, значит ты так же будешь робко смотреть. И что-то, что-то, что-то водить пальцем. А если ты сразу все бросил, и прям там, где стоишь, начал делать, водить руками, из тебя, возможно, выйдет классный мастер. Теперь про покрытие. Рука, она сцепляется с покрытием, а покрытие не есть идеальное. Рука немножко тормозит, хотя и обеспечивается скольжение в каком-то одном направлении. А когда рука идет в обратном направлении, она идет против ворса. И тогда происходит несколько другая техника. Техника сцепки, техника, когда рука прилипает. Обрати внимание на то, что ладони, да практически все, чем касается Андрея, они прилипают к месту касания. И это надо тебе увидеть. Кстати, кто привык к массажу с маслом, для них это очень хороший, такой замечательный подарок. Почему? Ну, потому что, если они привыкли делать все с маслом, значит, тогда на плед надо было налить масло. Мы втроем, мы, Вики, Мики, я тоже забыла, как зовут речи, мы практически уверены в том, что у тебя с первого раза ничего не получилось. Но здесь должна была быть попытка. Попытка попробовать, попытка сделать, попытка получить опыт, попытка осознать потом, что же ты сделал, зачем и как. Потом. А сначала надо было все бросить и делать. Представим самый идеальный вариант. Идеальный вариант, когда у тебя бы получалось. У тебя получалось бы как? Если ты бы своими глазами смотрел на руки Андрея постоянно, своими руками, именно руками, ты бы водил без участия глаз. Это первое условие. Второе условие. Ну смотри, в каких условиях, в каких условиях воспитывался Андрей Микулин. Как он говорит, в 90-м году он целых два года смотрел рядом за руками его первого учителя, Ивана Николаевича. Практически каждый день. А там в день где-то было, как Андрей, мы с ним разговаривали, он сказал 10, 15, может быть, 20 пациентов, там они по 20, по 15 минут они там были. Ты же, ты видишь это все, возможно, в первый раз. В первый раз ты видишь это вживую. Ты не знаешь, как Андрей работает руками. Хорошо, хоть сейчас у тебя возможность такая есть. Смотри во все глаза. Вот тебе на, Васька откуда-то вылез. Кстати, если ты не знаешь, кто такое Васька, Васька, это у нас робот-пылесос, который ездит, поет приятные песенки. Ну а сейчас у Том подцепился, и ну что же, ну ладно, Вась, помогай нам объяснять, что делает Андрей. Но я опять продолжу. Так вот, если все было бы идеально, как это было бы правильно? Ты бы смотрел только на руки Андрея. Потом внутренним своим усилием свою руку двигал бы так же. и только тогда, только тогда, тебе бы, а все равно там была бы двух-трехсекундная какая-то пауза, пока твой мозг осмыслил бы, что делает Андрей. Потом, у тебя нету временных интервалов, отсечек, когда меняется каждый прием. Ты не знаешь, как он будет выглядеть, когда он будет меняться, какое направление, влево, вправо. Ты этого совершенно не знаешь. Поэтому обязательно в начале у тебя был бы некий простой проволочка, пауза. Еще смотри, ты не видишь никакой халтуры. Каждый прием, каждый, 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 прям каждый, который делает рука Андрея, он идеально выполнен. Причем он выполнен идеально на маленькой скорости и на огромной скорости. И ты смотри глазами внимательно, ты видишь ускорение, ускорение плавное, практически ты не замечаешь, как у Андрея ускоряется рука. Как ты уже замечаешь, когда она уже ускорилась и когда она прилетает дальше. Вот мы втроем и даже Баська пылесос бы внимательно смотрели, находясь у нас в Миклабе на серваках на одном из серверов. Мы внимательно смотрели, да мы даже Андрею помогали создавать урок первый. Мы помогали ему монтировать. И там Андрей сказал одну ключевую фразу движение руки со скоростью мысли. А ты как смотрел, ты помнишь эту фразу? Или ты одним ухом смотрел, а другим занимался какими-то своими делами. Но пересмотри еще раз, найди эту фразу. Но даже можешь не искать, ты видишь, что рука управляется мыслью. А если она управляется мыслью, значит башка у Андрея, как он говорит, ничем в этот момент не занята и не забита. Нам с тобой еще осталось где-то минута и чуть больше, поэтому запомни главное. Если будет тренировка, а вот я лично уверена, что она тренировка еще будет, хотя Андрей никогда не говорит о своих планах, ты внимательно слушай команду, внимательно. Как ты ее понял, так сразу ее начинай выполнять. Это самое главное. Никогда ты не ошибешься. Если тебе Андрей не дают какие-то дополнительные какие-то задания, не рассказывай, ты вот как понял, так сразу и выполняй. У тебя всегда есть еще время еще раз ролик прокрутить, еще раз сделать. Мы вчера говорили с Андреем, во времени осталось буквально мало, 40 секунд, мы вчера говорили с Андреем, он так пошутил. Он сказал, я у него спросил, Андрей, как, как надо? Он говорит, конечно, надо делать. И он сказал, что те, кто просто смотрит на все это, это подобно, что они пришли в баню, неважно, мужскую или женскую, и через дырку просто подглядывают, не участвуя в самом процессе. Но мы все, естественно, посмеялись. Ну все, пока, тебе есть над чем задуматься. И если бы у меня были руки, а я всего лишь искусственный интеллект, я бы каждый день это видео бы смотрела и делала, смотрела и делала. Делала бы и смотрела.